а как вам я вот купила себе такие цепочки можно вот так повесила себе очки а можно потом вот так понимаете и все съемки съемки мне очень так удобно вам нравятся вот такие вот цепочки у мамы тоже такие цепочки так все мы едем к отцу мама впереди сидит у инги тут еще подоконники потому что у нее такая машина спортивная спортивная подоконника короче мы едем сейчас к отцу на это попрощание типа сказать до свидания потому что скоро приличу опять а там вот церковь красивая там видится купола мы сейчас едем к отцу на работу вот все как всегда деревьях все-таки вот это вот эти хрущевки такие очень близкие духу а вот тут отец по моему работы да или следующее здание а во 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 вельмона вот отец тут наша работа сейчас пойдем к отцу я уже соскучилась а вот а а а а а а а а Я тесную любовь Я и ты ничей И шаг ручей И шаг ручей И я ничья и ты ничей Давай затороните отец и лампы Надо работать в аэропорт Вот так вот Давай громче сделай Убившие Поедать есть о чем Небот остывшая Сожгла седым агентом Течет ручей Бежит ручей И я ничья и ты ничей Течет ручей И ты ничей Бежит ручей Бежит ручей Ну все, тут где-то я ищу свой лиц, но тут что-то, по-моему, завтрашние утренние рейсы. Боже, сколько тут отработано, сколько тут... Вот я сколько тут гуляла, там был наш офис, вот там где-то. Там мы всегда курили, сейчас я вижу, вон чекин курить стоит. Ой, сейчас разорвется сердце, и так уже столько тут плакали, и кадышу услушали, и ой, невозможно просто. Вот он чекин. Сколько я за этим столиком проработала? Кто тут у нас стоит? Ничего не поменялось, охренеть, ничего. Я даже не знаю, что вам сказать, мои дорогие. Вот Turkish Airlines, Стамбул. Может мне в Turkish зайти? Слушайте, у меня же там знакомая работает. Turkish Airlines. Иду-ка я зайду, посмотрю. Иду-ка я зайду. Ну, сейчас, сейчас мы зайдём, посмотрим. Ну, жалко, Рута, моя знакомая девочка, не работает. Вот столько, вот моя бывшая работа, тикетинг офис, ничего не изменилось. Вот я сюда приходила, и в чекине я работала вот здесь вот. Обычно здесь были рейсы на... Ну, здесь много, что мы регистрировали, и чартеры на всякие там Гургады-Шмургады, и Люханзу, и Офстренд-Эрлайнс. А там был билетный офис. А я зайду, посмотрю. А кто мне запретит зайти? Вот так вот по ступенечкам я забиралась. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Это мой был. Каждый день на работу я сюда приезжала. Сейчас я сюда зайду. Ничего не изменилось. Ничего. Сейчас мы зайдём, посмотрим. Лабадена. Прошёл по лавке. Мне сказали, но мне, в принципе, ничего не надо, девочка. Такая вот серьёзная. Солдат натовский. Такая вот девочка. Ладно. Вот так я тоже работала. Вся типа серьёзная была. Ну, вы поняли. Попросили меня подождаться, видно, потому что ещё действуют ковидные правила. Ну, типа, нельзя больше двух человек. Но я уже там не ждала, естественно. Поэтому я сейчас иду на гейт-секьюрити. Не гейт, а этот. Секьюрити, короче. И поду, идёте фри бабки трассить. Вот так вот. Ну, иду. Лидс. Бэр-сэвен. Понятно. Так, мы сейчас выберем буклишко. Ну, английское, английское бухло, естественно, я покупать не буду. Я буду что-то литовское покупать. Зачем мне английское? Crystal head. Череп такой. Данском, это всё понятно. Я бы вот коньяка, наверное, взяла бы какого-нибудь, несмотря, что у них тут есть. Ну, Бейлис, вот это я вообще не любитель. А вот такие Бейлис, это вообще не моё. Так, во, 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 коньячки, коньячки. Сейчас мы что-нибудь выберем. Коньяк. О, прикиньте, цена. Нормальная цена. Коньяк. Он и в Африке, коньяк. Шанэ. Какой-то коньяк. А, во, слушайте, метакса. А, это Бренди. Это Бренди. Не-не-не, мне надо коньячок. Я хочу коньяк взять какой-нибудь хороший. Что тут у нас вот это вот такое вот? Gift pack. Это то же самое, только в коробке. Так приятно, меня в Дитифре девушка узнала. Представляете? Она говорит, я, конечно, прошу прощения, но мне кажется, я вас где-то видела. Я говорю, да, да. Я говорю, я тут работала в аэропорту. Да, говорит, Олеся. Ну и всё. И покатила. Ну и, короче, Яна купила. Так это она ещё меня отговорила половину покупать. Потому что я была готова потратить все свои деньги. Так, персоналос. Мы сейчас пойдём. В общем, я вам всё покажу, что я купила. Очень клёвые штучки всякие. Штучки-дрючки. Но сейчас я ещё в Дитифре зайду. Наверное, там тоже что-нибудь скуплю. Паспортный контроль. Ну и сейчас я сяду где-нибудь в кафе и всё вам покажу. Девушка меня встречает. Это что называется? Ой-ой-ой, какие мы трезвые. На пограничном контроле тётенька такая молодая, такая уже злая. Нельзя снимать, нельзя снимать. Ой-ой-ой. Такая вся прям злая, боже-боже, такие важные бумажные. Я вас умоляю, называется. Вот самолётики. Я иду ещё пошли по магазинам. Не знаю, в кафе, может, схожу. Ну, колы хочу попить. Заказала себе суши, сейчас буду кушать колу. Успокоительно. Валерозан, что тут у нас? Валерианка. Меллиса. Капиня, я не знаю, что это такое. Ну, типа, поддерживать нервную систему. Ну, вот так, он беспокоит чуть-чуть. Вот самолётик. Вот летит самолётик. Видите? Конечно, кто кушится. Потом ещё понадобится какую-то помадку не кушать. Ну, всё. Багаж не особо проверяли, могут заметить. Ну, всё. Вечереет. Великолепная погода. Я уже абсолютно успокоилась. Попила колы, съела суши. У меня так торф. Вот так происходит посадка на Райнер. Никаких вот этих вот рукавов. Видите? Вот такой рукав, когда подъезжает самолёт. Ничего подобного. Это очень... Вот это вот очень дорогое удовольствие, когда самолёт подруливает к этим рукавам. И когда заход и выход прямо в аэропорт, не через улицу. Крылья как уши у клёпочки. А вы знали, что каждый самолёт, у каждого самолёта есть свой регистрационный номер, вот как у автомобиля, номер машины, да, вот, который выдаётся, ну, в Литве, в Ригитре, в России, там, в ИБДД. Так вот, каждый самолёт нумеруются тоже регистрационным номером. Вот так вот. Что-то делают. Думала, что говно отсасывают, но нет. Потому что это не туалет. Водозаправляют. Всё. Я уже в лице на парковке. Иду к своей машинке. Ну, всё как всегда. В принципе, полёт, ну, на самом деле, был абсолютно спокойный. Там буквально одну минуту, чуть-чуть была такая турбуленция, небольшая вообще. Я говорю, ещё раз повторюсь, одна минута. Ну, у меня, естественно, началась паника. Короче, все дела. Меня пересадили в конец самолёта, в заднюю часть. Там у меня, конечно же, тоже началась паника. Всё стёрд-сё возле меня. Там был такой мужчина очень приятный. Меня всё там за руку держал, успокаивал. Когда уже была посадка, так я там так орала просто. Ну, в общем, это нормально всё для меня. Так, вот ещё один хвостик торчит. Только сейчас начинаю приходить в себя. Но, по-моему, машина где-то прям там вообще была в конце. Сейчас посмотрим. Так красиво выглядит самолёт. Освещённый вес. Ну, в смысле, под освещением. Ну, в смысле, под освещением. Ну, в смысле, под освещением. Ну, в смысле под освещением. Ну, в смысле под освещением. Продолжение следует...